Фонд имени Миклуха Маклая Экспедиция Миклуха Маклай 21 век, берег Маклая 2019 Во главе с Николаем Миклуха Маклаем, полным тезкой и потомком выдающегося русского путешественника, исследователи отправились уже во вторую экспедицию в Папуа-Новую Гвинею Первая в новейшей истории России экспедиция по следам великого путешественника и ученого-гуманиста Николая Николаевича Миклуха Маклая состоялась в 2017 году В результате того путешествия был не только собран богатый этнографический материал и коллекция предметов материальной культуры, которые пополнили Музей России Удалось понять главное За полтора столетия имя русского ученого и гуманиста Миклуха Маклая помнят и передают из уст в уста из-за его уважительного отношения к аборигенам Потомка русского путешественника на северо-восточном берегу залива Астролябия на берегу Маклая встретили как члена семьи, члена клана и большого человека Тама Боро Так называли Миклуха Маклая Старшего, теперь так называют и его потомка Цель этой экспедиции, в состав которой вошли ученые-антропологи и лингвисты, не только провести научные исследования, но и наладить культурные, научные и гуманитарные связи с островным государством, интерес к которому во всем мире огромен Настал тот момент, когда мы уже заходим в самолет и буквально через несколько минут отправимся в наше уникальное путешествие в Папуа-Новую Гвинею В столице Папуа-Новой Гвинеи, городе Порт Морсби, с населением примерно в 300 тысяч человек, всегда есть возможность сделать открытие и получить новые впечатления Ну вот мы и в деревне, в Порт Морсби Путешественники увидели потомков племени Моту, которые жили в деревнях на побережье Их дома строят на сваях прямо в воде Я Николай, я из России Окей Быть здесь ведут по старинке и чужаков не очень-то привечают Но если ты с добрыми намерениями, тебя рады видеть В городе Порт Морсби Николай встретился со старыми друзьями, которые благодаря фонду имени Миклуха Маклая по программе «Новое поколение» побывали в России в 2018 году Те 10 дней в Санкт-Петербурге и Москве останутся в их памяти на всю жизнь И, конечно, встреча Николая Миклуха Маклая с новогвинейскими преподавателями университетов теперь уже на их земле была очень теплой Эти связи становятся все прочнее Фонд имени Миклуха Маклая стал своего рода мостом между Россией и Папуа-Новой Гвинеей, где эту инициативу поддержали И теперь в этом государстве также создан фонд имени Миклуха Маклая, который возглавил Джек Симба Ваш визит в 2017 году вдохновил меня на создание фонда Потому что когда Маклай покинул нас, местные жители больше не встречали его потомков И они пришли в восторг, когда познакомились с вами Могу ли я говорить берег Маклая вместо берег Рай? Пусть будет берег Маклая Думаю, это будет одной из первых задач фонда – переименовать берег Потому что берег Маклая имеет богатую историю Залив Астролябия – именно то место, куда вошел корвет Витти в 1871 году И российские моряки, русские моряки привезли Николая Николаевича Миклуха Маклая В те земли, которые были никому не ведомы Вот эта береговая линия идет, и в ту сторону можно увидеть деревню Бонгу Именно там было второе место пребывания Николая Николаевича Миклуха Маклая Но на месте первой стоянки, на мысе Гарагаси Находится мемориал великого русского ученого – Николая Миклуха Маклая Его сохраняет Асель Туй – потомок того самого Туя Который стал Миклуха Маклаю другом и проводником В незнакомый для европейца мир каменного века Здесь же, рядом с мемориалом, Асель Туй основал деревню, назвав ее именем Маклая Исследователи изучали жизнь не только в деревне Маклая, но и в других деревнях и местах, недоступных туристам В Гумбу жители встречали участников экспедиции традиционными песнями и танцами В Гаренду – торжественным ужином Свинья всегда была большой ценностью для папуаса Именно живую свинью привез в этот раз в подарок Николай Миклуха Маклай Такой пир обычно устраивают только во время инициации – посвящения мальчиков в мужчины и на Рождество Теперь уже можно сказать, что свинью здесь традиционно едят во время визита российской экспедиции – большой почет Новогвинейцы делились воспоминаниями о предках, рассказывали о современной жизни и быте, строили планы Николай Миклуха Маклай и команда ученых смогли побывать на настоящей охоте на диких свиней Такое возможно только если ты – часть клана, часть семьи Членам экспедиции выпала большая честь В сопровождении лидера деревни Гаренду Аселя Туя они посетили священное место, где до недавнего времени располагалась хижина для проведения инициации Здесь могли бывать только мужчины Особые впечатления подарила поездка в деревню Бил-Бил, которая издавна славится своими гончарными изделиями Их местные жители ловко делают без гончарного круга Удалось посетить и тот самый остров, где сохранилось место для хижины Миклуха Маклая с видом на море Бисмарка Откуда за путешественником должен был прибыть русский корабль В Маданге основатель и директор фонда Николай Миклуха Маклай подписал соглашение об открытии российского культурного центра в Университете Божественного Слова Это позволит жителям Новой Гвинеи больше узнавать о России Мы сейчас в лаборатории в Университете Божественного Университета Мы смотрим в комнаты, в которых мы организуем наш информационный центр для нашего русского центра Привет, Россия и Павла! Экспедиция 2019 состоялась Об этом напоминали и многочисленные ценные предметы материальной культуры, которые передали ученым жители берега Маклая Исследования океании продолжаются И это значит, мы вот-вот узнаем о новых открытиях благодаря экспедициям, организованным Фондом сохранения этнокультурного наследия имени Миклуха Маклая Привет, Россия!